С момента первого изобретения и разработки глубокого обучения дальнейшее совершенствование таких систем шло очень медленно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, и должен не просто работать быстрее, он должен самостоятельно реагировать на события и обучаться в режиме реального времени. А чтобы это произошло, нам нужно пересмотреть свой подход к проектированию систем искусственного интеллекта, чтобы решить обозначенную проблему. Профессор Паркер и ее коллеги используют самую совершенную систему обучения, которую когда-либо создавала природа, человеческий мозг. И на первый план тут выходят технологии под названием позитивное подкрепление. Этот термин пришел из психологии и часто употребляется в контексте воспитания детей, где в качестве позитивного подкрепления выступают некоторые приятные для человека последствия или результаты его деятельности. То есть, грубо говоря, награда за то, что человек сделал что-то правильно. Мозг, в отличие от компьютера, если можно так выразиться, является аналоговым устройством, а биологическая память обладает устойчивостью. Аналоговые сигналы могут иметь несколько состояний, в то время как ИИ, построенный по двоичной системе, может различать лишь два состояния. Хорошо и плохо, наш мозг способен интерпретировать происходящее более глубоко. Ситуация может быть очень хорошей, просто хорошей, плохой или очень плохой. Такой принцип работы называется нейроморфные вычисления и именно возможность произведения таких вычислений позволит улучшить работу и, представьте себе младенца, сидящего в высоком кресле, говорит Паркер. Он может сильно размахивать руками. В конце концов, одно из этих движений приводит к какому-то результату. Скажем, ребенок опрокидывает чашку. Внезапно нейроны, которые сделали это движение, получили ответ и укрепились. Таким образом, маленький ребенок узнал, что движение руки вызывает интересный результат. Это именно то, что нейроморфные вычисления пытаются сделать, научить и обучаться на реальном опыте точно так же, как и мы. На данный момент то, что у нас есть, немного похоже на мозг настоящего ребенка. Неразвитый и окончательно не готовый принимать решения самостоятельно. Наш следующий шаг, работая с DARPA, заключается в том, чтобы научить нашу систему обучаться чему-то новому, не забывая о предыдущих уроках. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.